Настоящая семейная драма разразилась в Каунасе. Родители похитили из приюта собственных детей, которых ранее изъяли соцслужбы. Дети в этой семье находятся в опасности из-за асоциального поведения супругов, которые выбросили свои паспорта, не водили детей в школу и вели затворнический образ жизни. Три дня подряд украинские порты охвачены огнем. Россия бьет по терминалам с зерном, которое должно было уйти в бедные страны Африки и Азии. Путин хочет заменить его российским и шантажирует Запад уничтожением торговых судов. В столице ввели в строй сразу 16 новых камер контроля скоростного режима и соблюдения правил дорожного движения. Полиция подчеркивает, что штрафовать будут за малейшее и даже незначительное превышение скорости. Вильнюс практически остался без своей многолетней визитной карточки и символа – воздушных шаров. Новые правила Министерства транспорта сделали полеты невыгодными. Предприниматели обещают зачехлить аэростаты и искать счастье в других местах. Нерядовая драма в Каунасе. Родители выкрали из приюта троих своих детей и скрылись в неизвестном направлении. Их ищут уже третьи сутки. Предположительно, они могли уехать в Германию, где когда-то проживали. Ранее эта семья отказалась от гражданства Литвы. Семейная пара даже выбросила все свои личные документы. Детей же по решению суда изъяли социальные службы, поскольку родители не пускали их в школу, не водили к врачам и вели затворнический образ жизни. Полиция уже третьи сутки ищет выкраденных из приюта по стоге трех малолетних детей. Двух мальчиков и девочку забрали собственные родители – Миндогас и Инга Вильчинскасы – и вывезли в неизвестном направлении вот на этом микроавтобусе «ФИАД» с немецкими регистрационными номерами. В настоящее время главный комиссариат полиции Каунаского уезда проводит досудебное расследование по факту похищения детей. Всех, кто увидит этих людей и их детей, просят позвонить по общему телефону экстренной помощи 112. Правоохранители не исключают, что семья могла уехать в Германию, где они раньше жили. Однако полицейские позже обнаружили машину в Титувиной, так что семья, вероятно, поменяла автомобиль. Представители приюта не комментируют ситуацию, но говорят, что у них никогда не было подобных инцидентов. В целях защиты интереса малолетних детей и чтобы не навредить проводимому досудебному расследованию мы не можем предоставить никакой информации. Сотрудники приюта попытались остановить родителей, но их грубо оттеснили. По первоначальным данным, один из взрослых толкнул женщину, которая там работала. Трое малышей были помещены в Центр опеки в День защиты детей 1 июня. Такое решение ранее принял суд. Родительские права были использованы вопреки интересам ребенка. Дети не посещали школу в течение достаточно длительного периода времени – с осени 2022 года. Не проходили медосмотры, родители не сотрудничали со специалистами и учителями. В качестве крайней меры было подано заявление в суд о разрешении на изъятие детей из небезопасной среды. Специалисты по правам ребенка не уточняют обстоятельства жизни этой конкретной семьи, но утверждают, что дети были в большой опасности. Эта семья нуждалась в помощи. Ситуация была такова, что непринятие этой помощи привело к последствиям для детей. Суд санкционировал изъятие детей и сегодня мы имеем эту чувствительную ситуацию, когда мы должны быть обеспокоены небезопасной средой для детей. Именно такое волнение царило в одном из многоквартирных домов Каунаса, где жила семья, когда за малышами приехали специалисты. Лестничная площадка была буквально забита полицейскими и представителями других служб. Ломаем дверь? Нет. После долгих переговоров отец разрешает войти нескольким специалистам. У семьи Вильчинскас своя философия. Они выбросили все личные документы и сделали свои собственные. Я отказался от гражданства Литовской республики и от своего личного идентификационного номера. Я родился свободным и живым мужчиной. У отца семейства свои убеждения, в том числе и о том, почему нельзя детей водить в школу. Ни одно учебное заведение не занимается наукой. Они занимаются образованием в рамках учебной программы. Поэтому такое образование – это дрессировка. Мы дрессируем собак, а наука – это развитие знаний. Родители могли посещать малышей, когда их забирали в детский дом. Они часто приходили. Не обходилось и без конфликтов. Скажите, вы отказываетесь разрешить нам увидеть наших сыновей и дочь в этой тюрьме? Ответьте, да или нет? А в начале июня с помощью провокатора и антибаксера Антана Сакандрота Сацилофаноса они уже попытались вывести детей из приюта. Однако в тот раз вывоз детей из приюта был пресечен. Но на этой неделе семья осуществила задуманное. За похищение малолетних детей родителям грозит до двух лет лишения свободы. Третью ночь подряд российская армия бомбит украинские портовые города. Путин открыто заявил, что хочет во всем мире заменить украинское зерно на российское и вновь изложил Западу свои требования по ослаблению санкций. Тем временем европейские страны разрабатывают новый план военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. И снова Одесса. Уже третью ночь подряд российские ракеты летят на крупнейший портовый город Украины. Одна из них попала прямо по жилому дому в самом центре Одессы. Часть здания полностью обрушилась. Местные жители рассказывают, что после взрыва улицу озарил огненный шар диаметром не менее 30-40 метров. Стены, допустим, в доме, которые весьма основательные и прочные, вот так вот, ну, качнуло весьма прилично, скажем так, сантиметров 10-15. Туда и назад вот такой огромный дом, представьте себе. А это Николаев, расположенный примерно в 100 километрах от Одессы. Российская армия обстреляла ракетами и этот портовый город. Здесь также есть попадание в центральные районы. Дыра в асфальте настолько велика, что ее обнесли стеной. К сожалению, повезло не всем. Здесь от ракет российских войск пострадали 5 детей и десяток взрослых. В результате взрыва в Николаеве, Одессе и Харькове по меньшей мере двое людей погибли. Путин не скрывает мотивов этих атак. Москва хочет занять место Украины на мировом рынке зерна. Путин ожидает рекордных урожаев на территории России, где фермеры поддерживают войну в Украине, нанося символы войны на грузовики с зерном. И на оккупированных землях Украины, что пополнит приданное Москвы. В текущем году мы прогнозируем неплохую урожайность. Сейчас уже думаем, что она будет выше в уровне прошлого года, где-то на 70%. Чтобы Москве было легче все это продавать, Путин вновь требует отмены санкций, которые не позволяют России и свободно сбывать продукцию. Кремль заявляет, что с сегодняшнего дня все суда, идущие по Черному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные цели и союзники Украины в войне. Независимо от того, под каким флагом они ходят. Этот удар террористов доказывает, что они нацелены не только на Украину и наши человеческие жизни. В атакованных портах хранится почти один миллион тонн продукции. Это то количество, которое должно было быть отправлено потребителям в Африке и Азии. Я думаю, всем в мире ясно, что Россия использует продовольствие в качестве оружия. Не только против Украины, но и против людей во всем мире. Но как реагировать на Путина, который нацелился не только на Украину, но и на весь мир? Запад, не желающий вступать в прямую войну с Россией, не знает. Поэтому пока формула остается прежней. Ответ, не говоря уже о риторике, может быть только один – увеличение военной поддержки. Европейские страны согласовывают в Брюсселе долгосрочный план предоставления Украине вооружений и боеприпасов на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет. По меньшей мере полтысячи учителей не хватает в стране в преддверии нового учебного года. Многие из них задаются вопросом, стоит ли вообще заниматься преподавательской деятельностью. Учителей не устраивает не только зарплата и условия труда, но и количество требований. В результате школы находятся в постоянном поиске специалистов. Новый министр образования не дает конкретных обещаний и призывает общественность быть к учителям благосклоннее. Альгиз Битлтас работает педагогом уже 13 лет. Не щадя себя, мужчина преподает историю и этику в двух школах, а также на образовательной платформе. При этом получает совсем не столько, сколько обещало министерство образования. У меня почти полторы ставки, а 1400 я не получаю. При такой зарплате я, считай, фактически работаю за двоих. Беспокоит педагогов и обновление учебных программ к новому учебному году. Учебники и другие материалы еще не готовы. При этом некоторые директора школ настоятельно рекомендовали преподавателям подготовить будущие учебные программы еще весной. Еще одна головная боль – инклюзивное образование, в рамках которого учителям без какой-либо поддержки придется обучать детей с ограниченными возможностями в обычных классах. Как сказал один из моих коллег, я действительно устал. Устал от всего этого. Я уже устал от всех этих мыслей. Но потом ты вспоминаешь, что в жизни действительно нет ничего лучше, чем быть учителем. Не знаю, сколько все это продрится. Может быть, к 2025 году я получу тот пресловутый статус, который нам обещают. Учителя сегодня должны получать 2000 за ставку в качестве минимальной зарплаты. Директор Вильнюсской классической гимназии имени Абрама Кульветиса говорит, что если бы не преданность и верность учителей, которые работают здесь уже много лет, пришлось бы искать не одного, а гораздо больше преподавателей. Сегодня мы ищем учителя начальных классов, а все остальные учителя уже на месте. У каждого своя нагрузка и мы работаем. Частные школы переманивают этих учителей из государственных школ, и главный фактор – зарплата. Частным школам достаточно предложить преподавателю зарплату на несколько сотен евро больше, и вот он уже готов покинуть государственную. В такой ситуации есть риск однажды превратить обучение в привилегию для детей с богатыми родителями. Да и в Минобразование науки и спорта признают – в преддверии нового учебного года в стране не хватает учителей. Сейчас в системе зарегистрировано 535 вакансий. Большинство из них в начальной школе. И мы также наблюдаем пропорциональную потребность школ в большем количестве учителей-предметников. Совпадение или нет, однако это число очень похоже на то, которое приводила бывшая министра образования еще год назад. Мы видим, что сейчас требуется от 400 до 500 учителей. По неофициальным данным, не все школы сообщают в министерство о нехватке учителей, поэтому реальное число свободных вакансий может быть еще больше. В прошлом году ученые Вильнюсского университета подсчитали, что в системе образования может недоставать около 4000 человек. Министр успокаивает. В нынешнем году у нас будет около 1000 выпускников с педагогическим образованием. В последние годы ситуация значительно улучшилась. Две трети выпускников учебных заведений после окончания школы устраиваются на работу, в то время как 10 лет назад так поступали не больше одной трети. В министерстве говорят, что не могут быстро повысить зарплату учителям. Денег для тысяч педагогов просто не хватает. Сократить бумажную работу в школах тоже пока не удается. Поэтому министр обращается к общественности. Вопрос ко всем нам. Что мы сделали для того, чтобы учителя ощущали свою значимость? Как сильно мы благодарили учителей за прошедший год и за их собственные достижения, и за достижения наших детей. К новому учебному году в школах этим летом готовятся чуть более 30 тысяч учителей. Шансы получить штраф за превышение скорости у жителей и гостей Вильнюса значительно возросли. В городе начали работать 16 новых камер контроля скорости. Некоторые из них будут не только фиксировать скорость, но и следить за проездом на красный сигнал светофора и за движением по полосам общественного транспорта. Одни водители рады увеличению количества радаров, другие жалуются на то, что их слишком много и находятся они не там, где должны быть. Однако полиция напоминает, именно превышение скорости становится причиной большинства аварий. Несмотря на то, что 16 новых камер контроля скорости установлены в Вильнюсе уже несколько месяцев назад, зафиксированные ими нарушители штрафы не получали, поскольку оборудование находилось на стадии тестирования. Но с 19 июля к 26 ранее работающим камерам фиксации нарушений правил дорожного движения прибавились еще 16, теперь уже работающих в штатном режиме. Выиграй. Очень хорошо. Я бы их ставил на каждый километр. Больше жизней будет спасено. Итого в столице лихачей будут ловить около 40 стационарных камер и постоянно меняющие местоположение, так называемые треноги. Некоторые водители считают, что полиция и чиновники перестарались. Там, где есть радар, все притормаживают, едут аккуратно. Проезжаешь мимо радара, летишь дальше. В некоторых местах это действительно раздражает, потому что можно было бы быстрее проехать, не нарушая безопасность. Начальник дорожной полиции поясняет, что несоблюдение безопасной скорости движения остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Причем некоторые водители не осознают, насколько повышается вероятность аварии, если они хоть немного превышают скорость. Это не средство взъимания штрафов, а стимул для водителей изменить свое поведение. Ограничение введено для того, чтобы обезопасить водителей. Но не все верят в это. А превышение скорости на несколько километров в час иногда приводит к очень печальным последствиям. Только за первое полугодие полиция зафиксировала почти 300 тысяч случаев превышения скорости. Правда, этот рост отчасти связан с распространением самих камер контроля скорости. Муниципальная компания ЮДУ не раскрывает так называемые пределы допустимого превышения скорости новыми камерами. Но некоторые из них могут наказывать даже за очень незначительное нарушение. Каждый измеритель может иметь индивидуальный допуск. Это зависит от расположения измерителя и транспортных потоков. Помимо регистрации скорости, новые камеры также следят за тем, останавливается ли водитель на красный свет. Штрафы будут выписываться и тем, кто любит выезжать на полосы, предназначенные для общественного транспорта. Мы стараемся, чтобы водители не только соблюдали скоростной режим, но и подчинялись сигналам светофора, не проезжали на красный цвет, потому что эти аварии не менее болезненны. Они тормозят, а потом возникает аварийная ситуация. Без контроля не будет порядка. Если не будет камер контроля скорости, все будут ездить, как хотят. У людей пока нет культуры вождения. У них она лучше, чем раньше, но они все равно нарушают. И полиция, и некоторые водители признают, что камеры контроля скорости и угроза штрафов заставляют их отпускать педаль скорости. Моя жена научилась, она уже полгода не превышает скорость. Так что хорошо, люди учатся. Меньше аварий. Я думаю, что это положительная тенденция. Мы видим, что водители даже после установки информационных табло, что оборудование тестируется, уже избегают превышения скорости и соблюдают правила дорожного движения, что они и должны делать. А вот статистика ДТП, которая некоторое время улучшалась, снова пошла вниз. В первом полугодии этого года в авариях погибло на 20 человек больше, чем в прошлом году. Мы вернулись к допандемическому периоду, когда не было никаких ограничений, когда движение было достаточно интенсивным. Изменения происходят в лучшую сторону, но не так быстро, как хотелось бы. В начале этого года по вине пьяных водителей произошло меньше аварий, чем годом ранее. По данным полиции, наиболее опасное время для движения – выходные дни, а большинство аварий происходит по пятницам. Гордость столицы и визитная карточка Вильнюса. Воздушные шары могут стать историей. Предприниматели возмущаются новыми правилами, введенными Министерством транспорта, и утверждают, что готовы полностью уйти из Вильнюса. Количество полетов уже сократилось в пять раз, а в скором времени они могут вовсе прекратиться. Воздушные шары, ставшие визитной карточкой столицы, уже много лет украшают небо города. Но этим летом их видно уже не так часто. Причина проста – в июне этого года вступили в силу новые правила полетов на воздушных шарах. При новой власти стало невозможно реально организовать полеты над городом. Мы в 4-5 раз меньше летаем над Вильнюсом. Продажи упали и продолжают падать. Люди не видят шаров в небе и не покупают билеты. Воздушным шарам, из-за которых в Вильнюс приезжали туристы, больше нет места в небе. Министерство транспорта и коммуникаций подробно представило новые правила в конце мая на площадке для взлета воздушных шаров в столичном парке Вингис. Это уникальный день, потому что мы говорим о хороших новостях, что невероятно и для СМИ. Главное сообщение от меня – единственная, единственная фраза – это воздушные шары остаются в Вильнюсе, как и в Каунасе. Однако в середине лета в парке Вингис картина гораздо печальнее, чем раньше. По правилам, вчера здесь должны были взлететь семь воздушных шаров, но взлетели только четыре. Если ветер в сторону аэропорта – семь. Если в противоположную сторону – четырнадцать. Если вдоль взлетно-посадочной полосы – вообще никаких полетов. Ограничений так много, что сегодняшний взлет – лучший тому пример. Мы могли бы взлететь на семь аэростатах, но приехали попробовать только четыре, потому что люди устали в последний момент договариваться об отмене рейсов. Не летать, не зарабатывать деньги и разочаровывать пассажиров. Пилоты, приезжающие в парк Вингис, даже не достают аэростаты из прицепов. Полеты отменяются так часто, что нет смысла готовиться к ним до получения окончательного разрешения. За все это время наш клуб провел восемь полетов. А могли бы, по сравнению с прошлым годом, более тридцати-сорока. Еще два-три месяца, и этих шаров практически не будет. Все тут же отправляются летать за город. Даже сами пилоты отказываются от попыток полета. Разрешение на взлет поступает пилотам за полчаса до полета, и тогда бизнесмены спешат надуть свои шары. Пассажиры и жители Вильнюса, которые приходят посмотреть на полеты, хотели бы видеть в столичном небе больше воздушных шаров. Раньше, до 2014 года, мы часто видели воздушные шары возле моего дома. Один только вид – фантастика. Жаль, что сейчас мы этого не видим. В прошлом году каждый день было по 10-12 воздушных шаров. А сейчас видишь по одному раз в несколько дней и радуешься. Компания «Оронавигация», представившая правила совместно с Министерством транспорта, поясняет, что прислушивается к мнению авиапассажиров. «Мы видим сокращение и связываем это с разницей между данными о силе направления ветра, которые используем мы, и данными, которые используют летчики. Мы быстро и профессионально реагируем на это. Решение найдено. И сейчас, после саммита НАТО, мы организуем изменения этих правил». Пока не ясно, насколько новые правила изменят количество рейсов. Некоторые пилоты хотели бы временно вернуться к старому режиму, пока не будет найдено оптимальное решение. «Стабильная организация полетов становится невозможной, и ее необходимо кардинарно менять. Посадка взлет, столкновение аэростатов. И мы стараемся очень профессионально управлять этой ситуацией. Воздушный шар – неуправляемый прибор и очень зависим от изменения направления ветра и других природных условий. Просто требования меняются». По оценкам специалистов «Оронавигация», на доработку правил может уйти около трех недель. Пилоты воздушных шаров также отмечают, что проблемы с полетами после введения правил возникли не только в окрестностях Вильнюса, но и в других местах, например, в Каунасе. Огромный лагерь разбили недалеко от Клайпеды две тысячи скаутов из Литвы и других стран. Подобные лагеря, их, кстати, называют национальными, организуют каждые пять лет. Нынешний – юбилейный. Первый литовский скаутский лагерь прошел ровно 90 лет назад под Палангой. На нем даже побывал основатель скаутинга – английский генерал Роберт Баден Пауэлл. Чем же занимаются скауты сегодня, выясняли наши корреспонденты. Скауты поют любимые песни в национальном лагере, который в этот раз расположился на военном полигоне в Кайряй, недалеко от Клайпеды. Такие национальные лагеря проводятся раз в пять лет в разных частях Литвы. И вот сейчас больше двух тысяч скаутов со всей страны и из-за рубежа приехали на восемь дней в лагерь, чтобы с пользой провести время на природе. У меня появились друзья из Гонконга, Израиля, из Финляндии. Здесь в лагере была программа. Вот почему я такой испачканный. Чем вы там занимались? Мы валялись в грязи, прыгали с тарзанки и ходили по канатам. Немало в лагере и скаутских семей. Несмотря на то, что стать скаутом можно начиная с шестилетнего возраста, мамы и папы привозят сюда детей и более младшего возраста. У нас тут живут и совсем маленькие детки. Двухмесячная малютка, трехмесячная малютка. Есть еще шестеро в возрасте до года. Впервые в истории у нас тут такие малыши. Семья скаутов легко говорит о том, почему они выбрали такой образ жизни. Спать в палатке и найти много друзей. Мы оба скауты уже много лет живем в Италии. Мой муж итальянец, но мы постоянно возвращаемся в Литву, чтобы заниматься скаутингом. В Литве сейчас около трех тысяч скаутов. Это крупнейшая в стране организация, известная тем, что ее участники помогают окружающим и совершают добрые дела. Особенно во времена коронавируса скауты показали Литве, что такое настоящее волонтерство. Потому что скауты первыми в Старии пошли помогать своим соседям, несли продукты, рекарства и так далее. Так что духовно мы очень окрепли. Мы знаем, в чем наша миссия, в чем суть нашей организации. Основы скаутинга заложил английский генерал Роберт Баден Пауэлл. Самый первый скаутский лагерь он организовал еще в 1907 году. В нем жили 20 мальчиков. Но сегодня в мире уже 50 миллионов скаутов. Поэтому в национальный лагерь в Литву съехались ребята из 15 стран. Кстати, первый литовский скаутский лагерь в Паланге посещал и сам Баден Пауэлл. Я впервые в Литве и думаю, что это необычная страна. Здесь есть море и пряжа. У нас в Гонконге такого нет. Мы в Украине моремся перед едой. Я спросил у ребят, делают ли они так же? Они сказали, что нет. Разве что поют. Но, конечно, не только иностранцы приезжают в Литву. Литовские скауты тоже часто бывают в лагерях за рубежом. Говорят, самое большое впечатление произвел лагерь в Японии. Он был такого же размера. Вот только японцы создали его еще за год до открытия. Проводили репетиции, отлаживали организационные и логистические вопросы. А спустя год пригласили к себе в гости 50 тысяч скаутов. Ну а теперь о погоде на ближайшие дни. Здравствуйте, Наглис. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Наглис, накануне ночью прочитал сегодня такой факт. В Долине Смерти в США зафиксировали новый рекорд. Это почти 49 градусов по Цельсию. Причем в полночь. То есть понятно, что на Земле становится очень горячо. Хотя мне кажется, что те, кто очень устал от жары, может приезжать к нам в Литву. Потому что у нас, судя по всему, никакой жары не планируется. Именно так. Я сейчас часто шучу, что если кому не нравится литовская погода, пускай отправляются в Южную Италию или Южную Грецию под 40 градусов, 42. И тогда те люди сразу поймут, что в Литве просто прекраснейшая погода. И сразу тогда конкретно они. Сегодня небо было усеяно вот такими кучевыми облаками. Кое-где был дождь. Вот сжимойти этих облаков побольше. Это вот классическое литовское лето. Небо литовского лета. И побережье. Клепеда. Там здесь много солнца. Всех облака, которые побольше, их ветерок отгоняет вглубь суши. Ну, в общем, побережье, как всегда, радуется, блестит хорошей погодой. Смотрим, что будет дальше. Вот область низкого давления над Скандинавией. И вот этот поток, который вот нам гонит такой нетеплый воздух с Норвежского моря. Этот поток сохранится. Поскольку влияние циклона, то есть удобно образоваться облакам. И ночью они рассеиваются, а днем образуются снова. И во многих точках идут дожди. Только Украина там, по-моему, избежит этих облаков. Там и погода горячее. Там температура гораздо выше, чем севернее в наших краях. Вот. И пока что вот эта тенденция, она сохранится и во все выходные, и, скорее всего, на следующей неделе. Литва. Этим вечером еще будут вот эти кучевые облака. Кое-где вот еще дождик пройдет, потом небо прояснит. Будет звездное небо. А завтра днем образование облаков возобновится. И во многих районах будут дожди. Кратковременные, летние такие вот из этих кучевых облаков, которые мы уже видели. Температура. Минимальная ночью 10-12, на побережье только 14-16. Ну и завтра днем 20-22. Дальше выходные. Суббота. Ночь такая же самая. То есть будут прояснения, дождя мало. А день будет достаточно дождливый. Вот эти дожди будут чередоваться, повторяться. И будет достаточно дождливо. А в воскресенье наоборот. Только из отдельных облачков кое-где, но ночью и днем. Значит, в воскресенье дождя будет мало. Ну и температура в субботу такая же самая. Днем 20-22, а в воскресенье на 1 градус выше. 21-23. Так что итальянцам, по-моему, пора приезжать сюда. Будут отдохнуть. А я подумала, что эта погода отличная, чтобы ходить на работу. Потому что не жарко и не расстраиваешься, что кто-то в это время прохлаждается на пляже. Да. Спасибо. До завтра. Что ж, а у нас на сегодня все. С вами были новости ТВ3+. Всего доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова